Давай, носочек вместе, молодец, давай, 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 все, пяточку, пяточку, ага, все, отпускай руку, все, сам, отпускай, отпускай, не бойся, не бойся, давай, я впереди буду, давай. На горнолыжном курорте в Алмакинской области тренинги по адаптивному катанию проходят каждый рабочий день. Уже набрали две группы, 80 детей. Проект ведут социальные предприниматели при поддержке городского муниципалитета. Необходимо заполнить заявку на сайте, приложить минимум справок и ребенок получит 10 бесплатных занятий с инструктором. Владелец горнолыжной базы Жанат Каратай. Ей самой довелось столкнуться с расстройством аутичного спектра у родного ребенка. Она считает, что детям необходимо дать возможность кататься вместе со всеми. Если мы будем давать возможность социализироваться в обычной среде, среди всех остальных граждан, это невероятно помогает. То есть они не могут развиваться качественно, разносторонне в какой-то сегрегации, в рамках какого-то специального центра или революционного центра. Поэтому моя задача, как общественные деятели, как мамы, открыть возможности для таких детей в обычной среде. Ставят детей на горные лыжи 12 инструкторов. Все они прошли специальную подготовку. Семинары провел приглашенный специалист из Франции. Он же помог адаптировать методику обучения к необычным подопечным. Андрей Семченко работает инструктором уже более 10 лет, однако с такими учениками столкнулся впервые. Говорит, что в работе важен индивидуальный подход. Привлечь внимание, установить контакт. Бывает и такое, что ученик и учитель никак не могут найти общий язык. И тогда лучше сменить тренера. Как правило, практически все эти детишки страдают проблемой с вестибулярным аппаратом. Они себя видят со стороны. И вот для того, чтобы они поехали, нужен немножечко другой подход. Немножко по-другому им нужно показывать. Немножечко по-другому нужно рассказывать. Где-то больше. Какие-то моменты они, конечно, прям схватывают сразу. Но, как правило, второе-третье занятия дети уже переключаются на нормальный склон и можно с ними работать. В основном на склоне детишки, младшая школьная группа. Однако в проекте могут принять участие все желающие, вплоть до 40 лет. Родители отмечают физиологические и психологические улучшения. У детей меняется походка, они лучше чувствуют свое тело, снижается возбуждаемость. Виталий Есентаев привел в проект своего шестилетнего сына Арсена. Увидел его реакцию и решил, что занятие горными лыжами надо продолжить. Благодаря своему сыну впервые встал в этом сезоне на лыжи. Мне нельзя от него отставать. И я вкусил эту прелесть. Я на своей, как говорится, шкуре почувствовал, что ощущает ребенок. Уже стоимость экипировки, стоимость расходной, вот эти попутные вещи, они уже не имеют такого большого значения, когда виден результат. Сейчас активно идет набор детей в новые группы. В этом году проект рассчитан на 320 учеников. Организаторы уже провели семинар для тренеров из регионов и надеются, что инициатива приживется и в других областях страны. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Азия.